Общественность гремит со страниц социальных сетей, призывая их к справедливости. С начала июня этого года Ливон Херунс находится в СИЗО. Второй месяц человек с массой положительных характеристик, с большим сценическим будущим и с абсолютно чистой судебной историей за уличную потасовку находится под стражей. Такого нет ни в одной судебной практике, говорят юристы. По версии следствия, ночью 12 июля прошлого года, в фойе кафе «Витязь» на улице Ленина в поселке Пограничный, обвиняемый из хулиганских побуждений, нанес удар головой в область лица потерпевшего, а затем еще не менее двух ударов по лицу руками. Ливон действительно ударил, но в ответ, ведь потерпевший оскорбил молодого человека по национальному признаку и первый применил физическую силу. Еще в тот вечер юноши обсудили конфликт и разошлись по домам. Спустя какое-то время родители Ливона узнали о поголовном деле, заведенном на их сына. Мало ли что вы там решали себе, надо же это все родителям сразу рассказать. Он сказал, так мы помирились, а чего рассказывать. И, собственно, и вообще никаких у него других мыслей не возникало. И у всех мальчишек, кто рядом был с ним, тоже так же, никаких других мыслей не возникло. Ответное заявление в полицию о нанесенном ударе у этой семьи не приняли. С самого начала в деле масса непонятных нюансов. Несколько раз менялись следователи, и каждый новый говорил, что криминала в этой уличной драке нет. К тому же есть очевидцы, которые видели, как развивались события. Последний обвинитель по делу усмотрел таки преступный умысел. И даже масса свидетельских показаний не смогли изменить ситуацию. И адвокат нам сказал, что они упорно и настойчиво принуждали Леву согласиться со статьей часть 2, 111. Что ничего другого нам не светит. Что ты согласись с этой статьей, и тогда мы, возможно, сделаем переквалификацию на более легкий. Теперь парня обвиняют в умышленном нанесении ударов, повлекших тяжкий вред здоровью. А это около 10 лет лишения свободы. У сына судьи пограничного имеется вся доказательная база. Он лечился в платной клинике. Но медзаключений защита Левона так и не увидела. От комментариев в сюжете вторая сторона этого дела отказалась. Все те наветы, наговоры, которые мы узнали потом из подробностей дела, это, конечно, все не про него, не о нем. Поэтому у нас внутри все кипит, и все, что от нас зависит, мы все будем делать. Краевой суд на последнем заседании отказал ходатайство адвокатов. Левон будет до конца срока следствия находиться под стражей. Пока мера пресечения продлена до 28 июля. Настрой у него хороший, боевой, он намерен бороться. Он не отрицает тот факт, что да, он ударил, но тяжесть, конечно, подобную, полагаем, что она чрезмерно завышена здесь. Поэтому сегодня ведется нами дополнительная работа именно по переквалификации в статье. В этой ситуации не остаются в стороне знакомые, близкие, однокурсники Левона. Семья парня сбилась с ног, добиваясь справедливости. Роковая случайность, возможно, искалечить всю жизнь юноши. А вместе с ним и его семье. Ведь сердце матери до сих пор не понимает, почему ее гордость, ее надежда и опора находятся за колючей проволокой. Самый главный вопрос, который не перестает задавать себе эта женщина, за что такое наказание? Ольга Муравьева, Антон Войцеховский, Телемикс.